Если хочешь самую сильную команду FIFA, покупай золото на Краба.ру, самые низкие цены и самое лучшее качество, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами я Антон Пряник и я веду свой репортаж из славного города-героя Тулы, с улицы Прокудина, где расположился роскошный штаб футбольного клуба Тульский Арсенал. Тут все как нужно, шелковые стены, шелковые женщины, в общем, просто лоск. И сегодня я начинаю карьеру за этот славный топ-клуб, за этот не то чтобы денежный мешок, а скорее денежный пакет, пакетик, такой маленький пакетик, в который складывают пуговички и всякую прочую никому не нужную мелочь. А все почему? Потому что на трансфер мне дали миллион шестьсот, а на зарплаты шесть тысяч баксов. Конечно, для простого смертного, как я, это невероятная сумма, и на эти деньги я купил бы себе, наконец, покушать нормально, не питался бы БПшками и водой всю жизнь. Но в масштабах мирового футбола это просто гроши. Мне кажется, что за шесть тысяч баксов тот же Игуаин даже, я не знаю, не чихнет в мою сторону. За миллион шестьсот я не куплю даже его щетину, например. Так что это очень и очень грустно, чуваки. В общем, я пытался кого-то подписать, но все это было, Катя, тщетно. Потому что даже когда я пытался купить днищинских там всяких из дублей ЦСКА, Спартака, они говорили, нет, что мой лучший бой в Москве, там сидеть на банках, там, получать там в 28 раз больше, чем в твоем странном пульском арсенале. Поэтому, чуваки, я вас спрашиваю, то есть реально ли за эти деньги купить кого-нибудь более-менее адекватного, то есть уровня моей команды. Так что если вы знаете, то в комменты, конечно же, предлагайте свои варианты. Вот я пытался купить, например, того же Ананидзе, вроде бы нормальный паренек, почему бы не порубать в арсенале. И он говорит, нет, чувак, шестьдесят тысяч мне плати, шестьдесят тысяч, охереть, ну. Не знаю, что-то моего Федуна наплел в уши, чем-то набубнил он его, но шестьдесят тысяч, ну вы представьте, для моего клуба шестьдесят тысяч, это все, это просто провал. В общем, давайте-ка познакомимся с составщиком нашей команды, то есть что у нас тут есть в тиме. Ай, ну да, смотря на эти цифры, я хочу просто разреветься. Шестьдесят три, ясно. Мда. Ну, радует то, что почти всех этих парней я видел вживую. Ну, не знаю, кто такой Алферов, пиратство вижу, например, тот, кто такой еще Налетов, но всех остальных вроде как бы, как бы даже знаю. Ладно, так, Маслов, тебе не место вообще. Пусть играет Крючков и Филя, легендарный друг Андрея Шевченко. Ладно. И у нас сегодня первый матч с Уфой. Это очень важно в плане, так сказать, историческом. Я, кстати, был на первом матче Дульского финала, это было летом, 2 августа, с Зенитом. Ну, конечно, не сдалось, ну, в смысле, первый матч в РФПЛ. А сегодня у нас матч с Уфой. Они, в принципе, тоже новички. Кстати, интересно, когда вот я вел свою потрясающую трансферную кампанию, Уфа хотела у меня купить Базанова, но я что-то подумал, ничего себе, моего биста, у которого 61 скилл. Ага, я вам продам его, нихрена. Чуваки, короче, перед вами картина Давид и Голиаф. Дядька и ребенок. Великаны пиздючила. Я не знаю, что за чувак справа у Уфы, но мы будем называть его, блядь, щенок. А у Арсенала это Кутин, наш легендарный нападающий. Но, в принципе, я все, всех расставил как надо. И мы начинаем матч. Ну, что сейчас, видимо, будет некая тренировка моих потрясающих скиллов. Это будет дриблинг Кутина, наверное. Потому что Кутин, это некий фронтмен команды Арсенал. Какая скорость, какой дриблинг, смотри, что творит? Он просто бегает гусеничкой. Гусеничка. Опа, двадцаточку забил. Ну, что, на пивко уже хватит, мне кажется. Эх, сука, промазал. Ну, ладно. Что ж, первый матч это очень важное событие в истории тульского спорта, тульского футбола и вообще в истории Тулы. Я думаю, вопрос, чего там, блядь, за какие-то флаги странные? По-моему, это испанские флаги. А, нет, нет, нет. Отпустил. Я уже думал, неужели в Туле такая большая колония испанцев? Я просто ни разу не замечал. Сколько не ходил по улицам Тулы, не слышал ни где. Я, блин, сейчас я попытаюсь это выиграть, потому что сложновато после мороза видео записывать. Боже мой, какой огромный амбал кэп команды Уфа. Он под чем? Но это же Бэйн. Вот это бицухи у него, охереть просто. Я в шоке. Надеюсь, Уфа сегодня пожалеет моих чувачков. Так вот, по поводу испанцев. Я сколько по Туле не гулял, хоть и задроты гуляю мало, но ни разу не слышал там мучачо, гринго, эй, иди сюда, please. Вот. Кроме того, что мне говорили, ай, подсиг, бля, сиги есть? Это да, это не испанцы, я уверен. Но флаги, ладно, в общем, мы с флагами разобрались. У меня по географии была четверка, и то потому что училка была просто мразь. Конченая мразь по фамилии Моторина. Так. Ага, видим, что судьи что-то там трутся с Уфой, то есть сегодня не чисто. Какой-то щекастый япончик, черный чернончик. И, о боже, он хочет в небо улететь или в Африку вернуться, я не знаю. И вот он, Сергей Безруков стоит, собственной персоной. Так, это, видимо, Давид Юрченко. Между прочим, очень хороший вратарь в реальной жизни. То есть его признали лучшим кипером РФПЛ за ноябрь. И вот в том же матче с ЦСКА, в котором он пропустил 5 голов, он был реально хорош, хоть и пропустил 5 голов. Потому что если там был бы не он, то счет был бы, наверное, где-то там 10-0, типа того. Тумасиан с мячом. Прикольный чувак, фамилия Армянская, сам, по-моему, блондинчик вообще. Марсиньо. Марсиньо. На Пау Веричке. Странно, у меня в игре проседание, не знаю, с чем связано. Когда уже без Фрапса их нету. То есть все равняхонько. Когда рубая Фрапса, он такой, начинает конфликтовать с игрушкой Пау Верич. Ака Хоси. Так, на Фримпонга. Фримпонга, ну давай уже дальше-то. А-та-та! А-та-та! Отпасовывай. Марсиньо. Марсиньо. Какой, блядь, дриблинг, охереть ты. Кутин уже, наверное, весь слюной зашелся. Удар охуительный удар, чувак. Я не знаю, мне кажется, ты пока летел, Зуфу вообще не спал. Потому что ну так хуево пробить, это надо быть реально укуренным уебком. Блядь. Ну, вообще-то метров, наверное, на 100 выше пробил Зотов с мячом. Зотов пас на Крючкова. Крючок на Зотова. Мы играем в мелкий такой пасик Касчелан, но в быстрой перепасовочке. Кутин. Кутин на кто-нибудь забежит, а нет? Ага, хуя там. Богатырского шлепните. Ака Хоси на Марсиньо. Марсиньо. Ну да, а уже Ака Хоси. Голубов, ну давай. Сани, набеги. Ну вот, 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 понимаете, вот, ёбаные проседания. Не знаю, с чем это связано, вроде бы, всё нормально, всё не тормозит. То есть так хуяк иногда какие-то, блядь, пролежни нахуй появляются. Тесак. 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 Потрясающе. Первый удар в матче. Хорошо, нормально, нормально, чувак. Приложился, так приложился. Вообще, Юршенко там еле взял. Но в статуи-то пойдёт. То есть уже рекорд Месси по количеству ударов в матче с Уфой побит. Это важно. Это наш местный Месси будет. Тесак. Опа, открылся. Блядь. И сразу же ему ебанули по ноге. Паверич. Рыжков. Всё в касание, чуваки. В касание мяч теряем тоже. Всё в касание. Даже бухаем мы в касание. То есть налил, выпил, всё. Никакой, я не знаю, заторможенности нет. Тумасян, ну заводись, давай, заводись, заводись. Опа. И! И! Сука! Что за кривой пас ты с чем его давал? Гниль! Блядь, ну ладно, мы его запретинговали вдвоём на парочку. Так прибегает её Крючков. И кому же он выдаст свой супер пас на Зотова? Зотов, ну конечно же. Пока он там свои, блядь, окрачком своим размахивал, там грозился ударить. Мы сделали уже Сосо Кутин. Нет, Килен, Килен, прикольная фамилия Килен. То есть если он был бы англичанином, то это было бы очень классно. Степанец. Надеюсь, он будет стопанцом, потому что с такой фамилией быть защитником было бы здорово. Бубнов бы, блядь, просто не истовался бы, издеваясь над его фамилией. Блин, поверишь, тесок, ёбаный, дыр-дыр, Килен, Килен, Смечом, Килен. Ну и чего, Килен, ну давай, попробуй у меня килл, ту килл ми. У меня он на воротах стоит, блядь, так. Скинхэд, ой, штанга, и что, и что, и что, и что? Голубов что-то возмущается. Судья Ибрагимович, охуеть. Многое повидал, но, ну-ка, смотрим. Конечно, конечно, ну и что ты, блядь, дедомовец ебаный возмущался-то. Сука, всё было чисто. Ну, в смысле, ты нарушал правила, чувак. Пас на Рыжкова. Тот на Кутина и Кути... Нет, бью, но, нет, зря я пробил, конечно же, зря пробил. Не стоило этого делать, потому что, ну... Кутина далеко не Ван Бастин, он даже далеко, не знаю, не Фёдор Сумолов. Ой, боже мой, так. Кщелан, верховая борьба. Голубов так прикольно, себя сейчас прокинул на ход. А пас сейчас Акахоши. Акахоши с мячом, Акахоши этот наяривает нормально на Голубова. Павел Верич. А, Павел Ревич, бля, Павел Верич. Ну, неважно, я думаю, всем похуй. Вряд ли есть фанаты Павел Ревича или Лапа там. Тесок на Рыжкова. Рыжков на Кутина. Кутина! Блядь, тормознутая мразь. Что ты перед матчем пил? Я на какую-нибудь Максимку, ёбаную Кузнецов. Эх, нет. Ну, такие бывали, бывали, голы залетали где-нибудь. Там вот, в восьмой фифе, так вот, опа. Ага, ага, вон в чём дело, я уж думал, гол. Ясненько. Навесо, навесо, и кто-нибудь бы мог, конечно же, зацепиться, но... Но нет, нет, нет. Так, ко мне команда, сука, нецепкая. Какой-то усач бежит за мячом. Я бы ему не доверял, потому что усачи... Какие-то неприятные люди, на самом деле. Ну-ну-ну-ну-ну, так-так-так-так-так-так-так. Ишь, ишь, и что? Съед, ащита в адеквате, я не знаю, блядь. Я не знаю. Только я побежал забивать, и... Свисток. Да, явно, судья, не в себе. Пипуткин. Отморозился, наверное, всё, что мог. Хотя на дворе август, по-моему, ну, в этой игре. Ладно, его выбор. Кшелан. Кшелан хорош. И пас, ну, пас, конечно. Деремища, я помню. Нихуя себе, мяч поскакал. Он просто мяч пнул, ну, еле-еле. А мяч похуярил так, как будто я по нему юбнул Роберто Карлос минимум. Килин с мячом, но это угловой. Это радует, то есть мы попытаемся. Ничего себе там чувак, качмен, такой огромный фотоаппарат, который похож скорее на, не знаю, член порно-актера своей. Ладно, это всё. Потом навес! Зотов, ну-ка, ёбни, как мачит с ССК. Бьёт Зотов! Кому-то в жбам попадает Осипов. У него хороший удар за дальний удар. Нет, 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 нет. Койня, блядь. Парашный матч. Нет, матч на самом деле так более-менее. Ведь мы знаем, что Тульский Арсенал ещё хуже, говорит, в реальной жизни. То есть 8 очков там в 16 встречах. Потрясающе. По 0-5 за игру берём, так сказать. Хотя я думаю, что после матча вся команда тоже так собирается, так с грустью в глазах и тоже берёт себе по 0-5 в какой-нибудь баре и грустит. Потом с бодуна играет в следующий матч и в итоге опять поражение. Эх, 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 команда, команда, команда мечты. Что, блядь? Какой-то огромный амбал пнул моего маленького тесачка. И судья, конечно, на это среагировал. Ну, вы что? Ладно, навешивай, давай. Это будет на твоей совести, гнида. Так, Килин, навешивай, давай. Удиви меня своим. О, боже мой. Ой, это было просто супер. Я аж оргазмирую от такого потрясающего розыгрыша меща. Ну да. Ну да, блядь. Ну, это в стиле русского арсенала. Такие, блядь, блядьские голы пропускать эфире. Там кто хоть и, блядь, как ласточкой загнулся, но он далеко не ласточка, он, блядь, пингвин какой-нибудь, я не знаю, даже не императорский. Окей. Тесок с мячом, тесок, тесок, хорошая скорость. Ну, да. Че так-то я аж взгрустнулся, почувствовал себя реально маленчимым ударом. Ну, там же завалили кутина мне. Ну, ты че? Ну, мама, ради меня обратно. Не хочу ими управлять. Они плохие, они всем проебывают, мама, они сосут. Голубов с мячом. Голубов. Ну, давай, братишка. И на фланге вообще никого. Где вот сейчас мой краёк правый? Я не понимаю. Зотов с мячом, Зотов. А, нет, не с мячом, он меня контролирует в игру. Ну, вот уже всё нормально, он всё... Ща, Рыжков, щас он покажет, что он дрозда даст. Пацан, давай, Рыжков, ну, разгоняйся. Ну, и потеряли мяч. Окей. Я не боюсь вас. Уфа, хуйня, вы не команда. Пять минут добавляет арбитр. Это щедрый арбитр. Я не понимаю. Явно не еврейское отродье какое-то. Ну, побольше бы нам дал бы фолов. Опа. И, Кутя! Ну, гол! Да! Да, да, да. Вот я понимаю уровень игры. 1-1, Кутин. Супер нападающий. Вот он в стиле Ебрагимовича падает. Там его все обнимают, сжимают. И что же, мы сравняли счёт. Ура! Все радуются, беснуются. Вон там где-то я прошмыгнул. Надеюсь, мамка меня не увидела, потому что я там был с пивком. Ага. Просто Юрченко на него делал. Ну, вообще, он даже рядом там просто постоял, развёл свои руки-клюки в сторону и понял, что когда бьёт Кутин, лучше даже не рыпаться. Фреймпункт на Верховцева Верховцев. Терять мяч и Кутин. Ну, блядь, бежит забивать дубль, наверное. Нет. Нет. Не срослось. Вильям, Вильям, ну давай. И что же, перерыв. Мы сейчас сходим на стадионе. Есть там пару пятиных заведений. Мы там сейчас расслабимся. Но, в принципе, ничейка это хорошо. Это я так считаю. Так, Рыжков. Рыжков на Крючкова. И что самое главное, мы её так, кстати, в раздевалочку им пхнули. Сухарев, ёбаный, вратно. Эх. Пытался сделать финн-седан, а в итоге вышел и не финн-ты, далеко не седан. Какая-то параша какая-то, блядь. Марсинио, давай, абсос. Ох, что творит Марсинио, боже мой. Крючков. Пас на Кутина. Кутин. Кутин. 2-1. Александр Бомбардин. Есть, есть, есть. Просто зверь. Просто, я не знаю. Я думаю, зачем мне кого-то покупать, когда у нас есть Кутин? Да, да. Молись своему богу. Я не знаю, в кого ты там веришь. В это, в макаронного монстра. Вот. Просто стиль КПР только что был. А между прочим, Кутин забил 2 глаза за 3 минуты. Это просто, блядь, я не знаю. Это мега скиллы. Поверечь. 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 Кутин. А нет, Кочелан. Я думаю, что Кутин уже в обороне отработан. Я думаю, тут сразу же можно его в тройку на золотой мяч номинировать. Эх. Верховцев. Верховцев на Повереча. И чего? Ай, да, да, давай, Кочелан, сожри его. Сожри его, пёс цепной. Марсинио. Марсинио на Повереча. Поверевич. Тумас Сиана. Ну, в принципе, мы ведём, и это радует. То есть мы сейчас должны за эти 3 очка держаться просто всеми силами. Сухарев. Пас на Килина. Килин. Потеря. Крючок. Давай, братишка. Всё, сейчас будет нормез. Зотов. Вот, мы нашли свою игру. Но сразу же потеряли Поверевич. Такой огромный, сука. Видимо, Хорват. Ёй, Осипов тоже не маленький паренёчек, вам скажу. Но мы тут не в... Не в греко-римскую борьбу играем, а в футбольчик. Если бы в футбольчик играл бы роль, я не знаю, там, габариты, то я не знаю, давно бы Валуев получал бы все золотые мячи за Месси. Я Месси играл бы за какой-нибудь, не знаю, там, за ФК, за лупы, там. Что? Или как? Или нормально? А, нет, всё норм. Эй, 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 эй. Фалите, уфимцы. Куда вы приехали? Тут нормальные судьи судят, между прочим. Не какие-то купленные пиздюки. Проникающий пас на Кутина, Кутин, Кутин накатнул в уголочек, но... Но нет. Ну и чё ты стоишь-то, ждёшь с моря погоды. В Туле нет моря, в Туле есть Упа, в которой есть куча грязей, бобров, блядь. А сейчас там по зиме очень много этих рыболовов, голубов с мечом голубов. Пас, пяточка отдал, но ничего себе, эстет, но тебе не поможет, чувак. Если ты будешь так дальше выёбываться, то фан-трибуна тебе после матча голову проломит, скорее всего. Ой, опасно, голубов с мечом голубов, но, Филя, ну не привози. А то, молодец, как-нибудь, как в стиле Акинфеева в матче с Ромой, когда там пробил, пробил Майкон. И капитан команды просто надежда и опора. Александр Филимонов даёт пас. Так, кстати, он начинает атаку, просто он... Кстати, мы помним, что он дико ошибся в матче с Украиной, это было давным-давно. Но помню до сих пор. Но я вам скажу так. Это, чуваки, не хуйня какая-то была. Это были зачатки стиля игры Нойера. То есть уже тогда Филимонов пытался играть на выходах. Да, не получалось, да, не получалось, но кого это ебёт? В историю-то он вошёл, тем не менее, да? Только потом какой-то Нойер там это спиздил в стиле и всё такое проще. Блин, да что ж тебе за проседания ебаные? Я не знаю, с чем это связано. Хуй с ними. Попытаешься, что ли, оперативку себе вставить, я не знаю. Навес. Вынос. Тесок. На Рыжкова, Рыжков. Вот. Попёрла, попёрла. Кутинда. Кутинда полнейшего. А не игра в исполнение. Кутина сейчас была. А вот сейчас, может он... Вот, хорош. Ушёл от одного. Но от второго уже не уйти, потому что это просто... Это... Чистокол ног. 72-ая минута встречи. Марсинио с мячом. Марсинио на Голубова. Голубов. Опять. Ха. Сука. Ха. Ты нахуй не Голубов? Ты камикадзе, я вам сейчас тебе скажу. Я тебя предупреждал про пасы пяткой, пижон. Знаешь, моих... Фанов это не особо радует. Эти вот... Финтюки. Эй, блядь. Шёл нормально, чувак. Потому что после матча мы с тобой пообщаемся. Плотненько, так сказать. Тесок. Тесок. Тесок хорош. Разгончик. Берём разгончик. И нас никто не встречает. Не, ну Кутин что-то... Не допоняли друг друга. Конечно, я понимаю, что Тесок славян. По-моему, славян. Вроде да. Но, между прочим, он очень здорово по-русски балакает. То есть, вполне себе такой гражданин. Достойный. Фо... Красная! Ну неужели не будет красной? Ну, судя, ну давай. Ну продемонстрирую эту... Красную эту шняшку. Чё ты как тёлка рукой машешь-то, а? Степанец. Типа, ой, противный. Ну, сбил сзади, ну. О чём тут ещё говорить-то, а? Неужели никакого... Да ладно, да вы угораете, что ли? Да, охуеть можно. Ладно, попробую-ка я пробить. Ни разу не бил, честно говоря, в FIFA штрафные. Но вдруг-вдруг... Игры-то стало сложно, но... Да похуй. Ну да. Пробил меня туфтову, откровенно говоря. Но ничего страшного. Остаётся играть. Десять минут встречи. Какие-то странные тучки над городом сгустились. Ах, ну да ладно. То есть, все фанаточки... Фана... Фана... Фа-фа-фа-фа-фа-фа-фа. Фанаточки будто в мокрых маечках после матча идти. Это будет подбадривать команду. Кузнецов. Кузнецов хорош. На Кутина. Но нет, Кутина уже, конечно, всю скорость потерял. Сашечка, Санёк. Блядь, не то я нажал. Так, а что же мы сделаем? Сейчас выпустим... Кого? Малаяна. Вместо Сухарева мы выпустим. Лазенкова. И... И давайте-ка огромную шпалу Смирнова вместо Кщелана. Вот они уже трое сразу вышли. Меня смущает то, что у них голубые манишки. И то, что... Боже мой, какие у него глаза похожи на Лобанова, по-моему, из Интернов. Я, конечно, Интернов не часто смотрю. Мне особо нравится этот сериальчик. Но так мельком знаю всех тесок с мечом тесок. На Смирнов вот это огромная шпала. Крючков. И Малая... Малаян, блядь. Хуево поборолся ты, Малаян. Сегодня ты не забивян совсем. Не поборян за мяч. Лазенков. Хорош! И никого на добивании нет, сучка! Ладно. Не расстраиваться. Главное это не писать в штанышки. Вот видим, что тренер Уфы делает какие-то истеричные замены. Пытается нагнать какой-то тревоги на меня. Но... Ха! Я просто на расслабоне. Даже такие пацаны могу себе позволить. Кузнецов. Кузнецов. Малаян, ну пенальти! Ну и... Ёпт, судья. Ну... Стыдно. Стыдно быть таким судьей. Вот сейчас Ершов просто спас. Но момент продолжается. Атака. Атака! Ну и Филимонов! И добивание! Ай, Филя! Ай, Филя! А ты лучший! Охереть! Филя, ты гений! Да ладно, нахуй! Оху... Вот это сейв был. Какой нахуй Нойер с его спиженной техникой? Ого! Юршенька хуярит, там всех расталкивает по-мужски. Нормально. Вот это пошел футбол по конец. Ой! Сука! Да как же нахуй так? Да ты же охуеть просто. Пиздюки ебучие. Блядь. Что вы знаете об ебанной обиде, когда какой-то огромный, блядь, хорватом забивает вот так вот в первом матче в премьер-лиг, когда уже победа была почти у вас в штанах. В штанах. Странное выражение в штанах. Но неважно. Рыжков! Братишка! Ладно, ты угловой. Давай, Филя, теперь ты беги. Давай, давай. Прогоняй там всех. Ну что же, они мне забили с углового, теперь я должен ответить тем же. Навес на Вотинова! Ну! Ну, еб! Удар! Какой удар? Ты сука! Прям над перекладинкой пролетает мяч. Ну да, видим, что последние три минуты матча намного интереснее, чем все остальные. Ай, сука! Но было неплохо. Вильям, заброс. Отбиваемся в стиле кунг-фу. Ну что ж, ну что ж, зря отбросил джойстик. Это, в общем, чуваки, это была нищая. Ну, матч был, мне кажется, неплох. Уэйн Руни, за меня играет Уэйн Руни, охеренно! В общем, это был красивый футбол. Нам демонстрируют красивую сценку. В общем, все это уже не лишнее. В общем, советую мне в комментарии там, кого прикупить. И, в общем, все, давайте не болейте. И всем до свидос. Субтитры делал DimaTorzok